Всем привет! С вами Вероника Курчатова, технический эксперт по кукурузе компании «Сингента». Хотите узнать, как за счет выбора правильного гибрида, технологии выращивания и заготовки силоса увеличить прибыльность молочной фермы? Тогда оставайтесь с нами. Это силосный ликбез. Посевная страда уже позади, и на подходе следующий важный этап выращивания кукурузы – подкормки и борьба с сорняками. И большинство фермеров сейчас подумали только о кукурузе на зерно, а кукуруза на силос обычно уходит на второй план. Почему такой подход экономически неэффективен и даже убыточен, мы рассмотрим сегодня. Представим, что в этой емкости молоко ваших коров, ваша прибыль. Кукуруза сама по себе требовательна к содержанию элементов питания. Вынос азота, фосфора и калия на 10 тонн зеленой массы составляет около 25, 15 и 30 кг соответственно. Но до сих пор одной из самых распространенных ошибок при выращивании кукурузы на силос является недостаточное количество удобрений. Чаще всего это объясняется экономией, но если оценить последствия, эта экономия превращается в убытки. Самое очевидное – это общий недобор зеленой массы с гектара, который может составлять 50% и более. В этом случае вам придется искать поставщиков качественного готового силоса, что практически неосуществимо. Кроме этого, корова чутко реагирует на резкое изменение компонентов привычного рациона снижением удоя. Помимо того, что массы будет недостаточно, она будет иметь низкое содержание крахмала и низкую переваримость клетчатки. Как это происходит? Недостаток питания не даст растению сформировать полноценный крупный початок, а в процессе налива зерна все его силы будут брошены на обеспечение его питания. Это запустит процесс преждевременного усыхания листостебельной массы, доля переваримой клетчатки будет быстро снижаться вместе с влажностью, и нам придется выйти на уборку раньше, чем зерно достигнет нужной для уборки фазы спелости. Мы не получим крахмал – основной энергетический компонент силоса. Немного цифр. В одном килограмме сухого вещества качественного силоса содержится от 30 до 40% крахмала, из которых 25-35% при условии правильной заготовки будут усвоены коровой именно для производства молока. Экономический эффект от содержания крахмала в силосе наглядно виден при расчете рациона. Повышение доли крахмала в сухом веществе силоса с 25 до 35% может повысить удойно 5 литров на голову в день и дополнительно снизить расход концентратов на 2 кг на голову в день. Также вас ожидают костные затраты, проблемы с закладкой, ферментации и стабилизации силоса из-за неоднородности массы, ухудшение поедаемости коровами, что может составлять потери готового корма более 30% от заготовленного объема. Именно поэтому планировать внесение удобрений под кукурузу на силос не менее важно, чем под любую другую культуру. А чтобы сэкономить на этом, рассчитывайте систему удобрений под плановую урожайность, основанную на данных агрохимического обследования почв и климатических условиях вашего хозяйства. Если вы хотите узнать больше про элементы питания для кукурузы, пишите комментарии. Мы рассмотрим эту тему в следующих выпусках. Помимо повышенных требований к питанию, кукуруза также весьма чувствительна к засорению, особенно на начальных этапах. Критический период чувствительности к засорению у кукурузы длится от всходов до 10-12 листа. Это именно то время, когда в растении происходит процесс соформирования основы для реализации заложенного генетического потенциала. И многочисленные опыты, и результаты в производстве давно доказали, что снижение урожайности зерна из-за засоренности может достигать 30%, а объем листья стебельной массы тоже уменьшается. Сорняки потребляют большое количество питательных веществ, влаги, ухудшают циркуляцию воздуха, создавая благоприятную среду для размножения вредителей и болезней, дополнительно нагружают комбайн, и качество зеленой массы ухудшается. Поэтому в силосной кукурузе чрезвычайно важно содержать междуряди в чистоте. Причем для этого достаточно стандартных рекомендаций. Отказ от размещения культуры на сильно засоренных полях, выбор способа защиты от сорняков в соответствии с их видовым составом на поле, своевременные гербицидные обработки в строгом соответствии с регламентом применения, выбранных препаратов. Мы рассмотрели две базовые темы, которые можно объединить одной простой рекомендацией. Удобряйте и защищайте кукурузу на силос так же хорошо, как и кукурузу на зерно. Да пребудет с вами силос!